У каждого человека своя история, тот самый миг между прошлым и будущим. И у города своя судьба, его историю пишут люди. Здравствуйте! Это проект Николая Пивненко «Люберцы. Из века в век». Все подтверждено реальными историческими документами, многие из которых вы увидите впервые. На очереди третье десятилетие 20 века хроника люберецкой жизни с 1920 по 1930 годы сквозь призму отечественных и мировых событий. Десятилетие, когда продолжительное, старое, почти моментально и сокрушительно сменилось новым. Что оно принесло миру, стране и люберцам? Все подробности совсем скоро, а пока... Десятилетие, начавшееся в 1920 году, фактически стало этапом формирования принципиально нового межгосударственного порядка. По итогам Первой мировой войны и гражданской войны в России серьезно меняется политическая карта мира. Возникают новые государства – Венгрия, Ирландия и другие. Особняком тут стоит Союз Советских Социалистических Республик, который на протяжении почти 70 лет будет страной, формирующей новую политическую полюсность мира, который будет четко разделен на капитализм и социализм. На Западе это десятилетие станет известным – ревущие или золотые 20-е. Это был период экономического подъема, окончившийся с приходом Великой депрессии в этом регионе планеты. В США все десятилетие действовал сухой закон, а в СССР господствовала новая экономическая политика – НЭП. В музыке 1920-е ознаменовались эпохой джаза. В кино пережил расцвет немецкий экспрессионизм. В нашей стране, благодаря мастерству Эйзенштейна, зарождается самобытный советский кинематограф. В 1917 году неудача России в Первой мировой войне и внутренние проблемы привели к падению монархии. Попытки создать демократическое правительство окончились провалом. В октябре к власти пришли большевики. Небольшая, но хорошо организованная революционная партия. Новый режим столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Началась гражданская война. Преодолев революционные годы, страна тут же свалилась в эпоху жестокой гражданской войны. При этом разруха была во всем, что окружало людей, живущих в ту эпоху. В 1920-м проездом в Петрограде оказался знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, который писал об увиденном. Магазины закрыты, ставни заколочены, краска облупилась. Эти магазины уже никогда не откроются. И действительно, люди разбирали тогда дома на дрова, трамваи брали штурмом. Он видит город, который, как гирляндами, буквально завешан плакатами и изображениями рабочих. При этом ходить в пенсны опасно, могут побить. Интеллигенцию пока не расстреливают, высылают из страны. В таких условиях рождалось новое государство. Вводились новые правила жизни и методы руководства. Жители Люберец были поставлены в те же военно-революционные условия, в которых жила тогда вся страна. Ну и постепенно они стали привыкать к советским, как мы говорим сегодня, реалиям. И активно участвовать во всех событиях того периода. Еще в ноябре 1917 года на борьбу с военными формированиями генерала Каледина отправляется специальный Люберецкий революционный отряд. Его возглавляет все тот же известный нам уже коммунист Иван Меретеев. Также в составе товарищей Карпухин, Лысов, Морозов, Бутенин и многие другие. В качестве публичной памяти для нас осталось еще одно революционное имя Иван Куракин. Его имя носит одна из улиц Люберец. О нем тогда писали газеты, что пал за рабочее дело на фронтах гражданской войны, действуя в составе именно Люберецкой бригады. В рядах 1-й конной армии комиссаром кавалерийской бригады служил еще один люберчанин Александр Башашин. Он даже закончил для этого специальные курсы и участвовал во всех основных событиях. К сожалению, был репрессирован, прошел ГУЛАГ и невероятно вернулся. Мало того, в один из юбилеев Октябрьской революции он даже получает орден Ленина. Вот такие человеческие судьбы на фоне невероятных исторических изменений. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Как считают историки, жители Люберец не только активно участвовали во всех переломных моментах истории, но и часто привлекались новой властью для решения точечных проблем. При этом вся страна поделилась в то непростое время не только на красных и белых. Самые разные группы считали своим долгом заявить о себе. Порой с обязательными человеческими жертвами. Увы, такая масштабная историческая коренная ломка без этого не может существовать. Посему и на территории нынешних Люберец развернулась тогда настоящая борьба революционных течений. Современные жители Тамилина и Краскова, наверное, уже и не вспомнят те страсти, которые кипели тут задолго до того, как страна стала выползать из кризиса. К этому мы еще вернемся, а пока... Летом 1918 года в Москве произошел мятеж левых эсеров. Это событие многие историки трактуют как восстание социалистов-интернациалистов против внутренней и внешней политики большевиков. 6 июля левые эсеры устраняют немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Он убит членами партии Яковом Блюмкиным, сотрудником ВЧК и Николаем Андреевым. Начинается восстание. Захвачен центральный телеграф. Арестован председатель ВЧК Дзержинский. Ликвидацию восставших поручили латышским стрелкам, делегатам съезда советов и рабочему ополчению. Восстание довольно быстро захлебнулось. От мятежников отчистили ВЧК, а коллегию этой организации, в которой они были, упразднили и создали новую. Убийство Мирбаха послужило поводом для проведения многочисленных арестов. К работе съезда левые эсерские депутаты больше не допускались. После мятежа вышел указ о разоружении левых эсеров в городах России. Левая эсерка Спиридонова. По ее сигналу левые эсеры пытаются дать открытый бой в Москве. Убив немецкого посла Мирбаха, провокаторы пытаются вновь втянуть республику в войну с немцами. Бои разгорелись во многих районах Москвы. Эсерам удалось занять почту и телеграмму. Они приурочили мятеж к Пятому Всероссийскому съезду Совета. Но врагам не удается посеять панику. У Вышелого театра выставлена охрана. Латышские стрелки. Верные защитники советских глаз. Всем волосным советом в Москве произошел мятеж левых эсеров. Разбитые в Трехсветительском переулке, они группами отправлялись по шоссейным дорогам из Москвы. По Бронецкому шоссе пошли основные силы. Примите меры к задержанию. Губком. Телеграмма принята Ухтомским районным советом рабочих и крестьянских депутатов Московского уезда в июле 1918 года. В Люберцах было более или менее спокойно. Но близость Москвы, как второго главного города революционной России, давала о себе знать. И все, что происходило в обеих столицах нового советского мира, отражалось и на судьбе тех, кто жил в поселке Люберце. Мало того, окрестные места даже попали в историю, как точки скопления антиреволюционных сил. Мы находимся в поселке Томилино. Летом 1918 года на одной из местных дач образована настоящая боевая ячейка эсеров, которая готовит террористические акты против правительства. И якобы на этой даче побывала сама Фанни Каплан. Единственная улика – это железнодорожный билет до станции Томилино, найденный при аресте после покушения 30 августа 1918 года на Владимира Ленина. В деле много нестыковок. До сих пор существует версия, что Каплан никогда не стреляла в Ленина. Но железнодорожный билет в Томилино был. Он фигурировал на всех этапах скоротечного трехдневного следствия. Как и многие каторжане, после февральской революции Фанни Каплан была освобождена. Вместе с лидером эсеров Марией Спиридоновой они смогли добраться до Москвы. В доме на Садовой Фанни немного пришла в себя, но зрение по-прежнему ухудшалось. Бюро курортно-санаторной помощи выдает Каплан направление в Евпаторию. В дом каторжан так теперь назывался один из лучших тамошних санаторий. В Евпатории Фанни вновь училась радоваться жизни. Она поправилась, впалые щеки немного округлились, появился даже румянец. Мужское население санатория считало ее весьма привлекательной, а некоторые пытались даже ухаживать за ней. Одновременно с Каплан в санаторий отдыхал тогда Дмитрий Ульянов, брат Владимира Ленина. Правда, между собой они практически не общались, что не помешало позже возникнуть слухам о романе между Каплан и Ульяновым-младшим. После операции в клинике зрение восстановилось, и Каплан вернулась в Москву. В эти грозные дни конца лета 18-го года Владимир Ильич работает с нечеловеческой энергией. К Центральному комитету во главе с Лениным сходится все нитью руководства вооруженной борьбой. И вдруг страшная весть. Всем, 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 всем советам, всем Азиям, всем! Несколько часов назад СССР Каплан совершила злодейское покушение на товарища Ленина. Вот та самая станция Томилина, до которой, собственно говоря, и был выписан билет для Фани Каплан из Москвы. Большевистскую революцию она не принимает. Мало того, возвращаясь из Крыма в Москву, она узнает о том, что происходит мятеж левых эсеров, который возглавляет ее подруга Мария Спиридонова. И якобы именно в этот момент она и принимает решение устранить главную проблему – убить Ленина. Позже на следствии она будет утверждать, что сделала это по убеждению. Но это в том случае, если верить, что она вообще стреляла в вождя. Из допроса Фани Каплан. Приехала из Крыма, в Москве ни с кем не связана. Кто дал револьвер, не скажу. Кто дал денег, говорить не стану. Откуда взялся у меня билет Томилина Москва, не помню. Профсоюзный билет нашла. Через три дня по личному распоряжению Якова Михайловича Свердлова она будет расстреляна. А нам остается гадать, была ли она все-таки в поселке Томилина. Или так и не добралась до него. А вот в другом дачном поселке, в Красково, на даче Горина, в 1919 году свою штаб-квартиру основали анархисты подполья. К этому времени эта разновидность революционного движения чувствует себя наравне с основными. И анархисты, и левые сэры, и максималисты, и другие партии активно и на ранных работали в Советах. Судите сами, почти до 1922 года в стране легально выходят шесть анархических газет и шесть журналов. 25 сентября 1919 года в Москве в доме Московского комитета большевиков в Леонтьевском переулке произошел взрыв. Многолюдное большевистское совещание 120-150 человек собрало партийных ответственных лиц, лекторов и агитаторов. Московские газеты публиковали поименные приглашения виднейших большевиков прибыть на заседание в этот день. Ожидалось, что будет присутствовать и Владимир Ильич Ленин. Но другие дела помешали ему участвовать. В повестке стояло два основных вопроса. Информационный доклад о раскрытом кадетском заговоре, выступлении Бухарина, Покровского, Преображенского и план организации школ. После обсуждения первого вопроса собравшиеся услышали звук со стороны Чернышевского переулка. В здании, где проходило заседание, была брошена бомба. Погибло 12 человек. Много раненых. Извещение. Граждане и братья. Вечером, 25 сентября, на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бастующим народом. Властители большевики все в один голос высказывались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми эсерами. Вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами. Замысел большевиков был сорван. В самый момент голосования и принятия противонародного решения революционными партизанами и повстанцами было взорвано здание Московского комитета партии коммунистов-большевиков, в обломках которого нашли себе должный приют представители реакционнейшей кровавой партии большевики и комиссары. Близится третья социальная революция газета «Анархия» 29 сентября 1919 год. ПОЮТ НА РАСПРАВУ В 1936 году русский прозаик-эмигрант Марк Алдонин опубликовал ряд любопытных статей в парижской газете «Последние новости». Одна из них называлась «Взрыв в Леонтьевском переулке». Слушайтесь в этот уникальный текст. В 25 верстах от Москвы по Казанской железной дороге находится поселок Росково. Жили здесь поколениями мирные люди, трудились, пили водочку, сходили в могилу. Вокруг поселка расположен густой сосновый лес. Вблизи леса стояла дача Горина, ничем не отличавшаяся от тысяч других таких дач чеховской России. В конце лета 1919 года дачу эту сняли у владельца две девицы – Мила и Таня. С ними там поселились или постоянно туда приходили еще несколько человек с именами в большинстве странными и упрощенными. Судя по всему, они были жуликами или бандитами. Красковцы считали себя анархистами. Жильцы и гости дачи в Краскове совершали экспроприации в большевистских учреждениях. Во всяком случае, это были страшные люди, утверждает Алдонин. Как появились они в мирной чеховской России? Что они делали до революции? Как образовалось это неправдоподобное сообщество? И как могла создаться эта жуткая дача? Конец цитаты. На 7 ноября 1919 года эта группа анархистов готовила новый теракт. Динамит должен был быть взорван в районе Кремля в момент прохождения праздничных колонн в честь первой годовщины октября. Однако чекисты, во главе с товарищем Манцевым, вовремя прибыли на дачу Горина в Красково. Любопытно, что им было хорошо известно и устройство дома, и все подходы к нему. Машины они оставили на шоссе, а сами тихо окружили дачу. Анархисты, как выяснилось, ждали прихода незваных гостей. Чекисты тихонько сняли входную дверь и попытались проникнуть в помещение. Но именно в этот момент прогремел взрыв. Разгорелся настоящий бой. Чекисты удачно прячутся за стволы сосен, ведя прицельный огонь по окнам дачи. Уговоры командира Мальцева ни к чему не приводят. В итоге дача взорвана, и чуть позже глазам очевидцев представится страшная картина. Шесть обгоревших трупов, остатки типографского станка, оружие и бомбы. Вот такие бушевали страсти накануне нового десятилетия. Страна пыталась зализывать раны, оставленные революционными баталиями и боями гражданской войны. Никто и не предполагал, какие впереди всех ждут события, среди которых и коллективизация, далеко не всегда добровольная, и невероятная по человеческим затратам индустриализация. А главное, новый стиль руководства, который в течение именно этого десятилетия будет полностью изменен и создан, что называется, с колес. И если раньше перемены были очень редким явлением, то с властью Советов они стали постоянным явлением. Все учились жить по-новому. Социализм не есть вопрос отдаленного будущего. Как эта задача не трудна, как она не нова, не завтра, а в несколько лет все мы вместе решим эту задачу. Из России НЭПовской будет Россия социалистическая. Ленин. Слом государственной системы через две революции, гражданскую войну, как это ни покажется странным, практически не оказал серьезного влияния на Люберецкий завод жатвенных машин. Да, безусловно, и судьба рабочих, и революционные течения, и проблемы руководства – все это присутствовало. Но завод жил и работал. И вот тут вновь всплывает имя Владимира Ильича. Мы помним с вами, что Ленин дружил с директором этого предприятия. Не раз приезжал сюда и в другие места Люберецкого, скажем так, края, любил охотиться. Иногда помогал рабочим, помните, присылал даже вагоны хлеба. Но что самое интересное, что фактически до конца своих дней Владимир Ильич был эдаким ангелом-хранителем Люберецкого предприятия. И даже упоминал его в своих работах. Из воспоминаний ветерана Ухтомского завода Александра Важдаева. На заводском митинге рабочие Люберецкого завода решили послать свою делегацию к Ленину. Возглавил ее Платонов Владимир Иванович, с которым мне довелось работать в одном цехе в середине 50-х годов и слышать его рассказы об этом визите. Платонов вошел первым в ленинский кабинет. Ильич встал, улыбаясь, протянул руку и усадил на стул возле стола. «А известно ли вам, что происходит в стране?» задает вопрос Ленин. И сам же на него быстро отвечает, коротко рассказав о жестокой борьбе Красной Армии с белогвардейцами-интервентами, о саботаже деревенских кулаков и махинациях спекулянтов. Затем речь пошла о заводе. «Ваш завод очень нужен сельскому хозяйству страны, и его надо сохранить», – убедительно сказал Ильич. «Что же касается передачи завода в руки советского управления, то это вопрос времени, а пока нужно мириться с существующим положением». О Ленине и Люберцах впору писать отдельные исследования. Теплые воспоминания об Ильиче оставил руководитель заводской партийной ячейки Иван Меретеев, который встречался с Лениным на апрельской конференции, а затем на пятом чрезвычайном съезде Московского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов. А в интервью директора завода Круминга, опубликованном в газете «Известия» 18 июля 1922 года, тот с восторгом говорит, «Вот этот человек! Я прямо говорил Владимиру Ильичу, руководители в Советской России превосходные, но исполнители никуда не годятся». Сам Ленин не единожды бывал на заводе. На предприятии ему со временем установят памятник, которому поклонялись рабочие, жители города и даже лидер клуба Фидель Кастро во время своего пребывания в Люберцах в 1972 году. Тема памятников – одна из основных в истории революционной России. Говорят, что именно Владимир Ильич на одном из заседаний Совнаркома предложил увековечить память машиниста Ухтомского, расстрелянного в Люберцах царскими карателями в декабре 1905 года. Мы рассказывали о нем в первой серии нашего фильма. Причем люберецкий герой был включен в список по увековечиванию памяти революционеров наряду с Марксом, Энгельсом, Карапоткиным, Бауманом и другими выдающимися деятелями революции культуры. Что же касается городского памятника самому вождю в Люберцах, история прелюбопытная. К 1920 году в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Владимир Ильич собственноручно положил первый кирпич в основание будущего памятника. По воспоминаниям советского руководителя Люберец Владимира Михайлова, в Ухтомке когда-то жил известный скульптор, народный художник СССР Алексей Портянко. Его работы известны были по всей стране. Ну, например, памятник Льву Толстому на площади имени писателя в Москве или Николаю Камову недалеко от Ухтомского вертолетного завода. Но в центре нынешнего городского округа появился памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это тоже работа скульптора Алексея Портянко. И тут очень интересная история. Дело в том, что этот памятник должен был стоять в каком-то сибирском городке. Но в 1991 году Советский Союз развалился, и Ленин никому уже был не нужен. Тем не менее, люберецкие власти приняли решение в 2002 году этот памятник не только сохранить, а поставить его здесь, возле Дворца культуры. Но сама история ленинских памятников интересна еще и тем, что когда-то же был другой монумент, который обязательно должен был быть в таком городе, как Люберцы. Если покопаться в документах, то выяснится, что долго ни завод жатвенных машин, ни некоторые другие предприятия не хотели давать денег на строительство монумента. Впрочем, об этом мы поговорим в одной из наших будущих программ. Эти кадры были обнаружены недавно. Время оставило на пленке глубокие следы. Но это одна из последних киносъемок, запечатлевших Владимира Ильича. И этим она нам особенно дорога. Членом коллегии Наркомпрода Лобовой Минкину Ярославскому 25 февраля 1920 года. Ухтомский, Люберецкий завод Московской губернии, Московского уезда, завод сельскохозяйственных машин, имеет уголь и материалы. Рабочие, 1300 рабочих, не разбежались. Поддержать такой завод особенно важно было бы. Прошу спешно обсудить, нельзя ли хотя бы экстренным порядком оказать рабочим этого завода продовольственную помощь. Прошу позвонить мне ответ. Председатель Совнаркома Владимир Ульянов Ленин. О заводе жатвенных машин Владимир Ильич Ленин упоминал не раз. В работе развития капитализма в России небольшая заметка. Международная компания в России, писал Ленин, построила под Москвой в Люберцах огромный завод. А перед началом 8-го съезда Советов Ильич сделал доклад о концессиях, то есть о сдаче капиталистам в эксплуатацию на некоторое время предприятий. Ситата. В Люберцах есть американский завод, который не национализирован и никакой концессии там нет. Зимой 1920 года Ленин посещает завод и приобретает там 10 жаток для товариществ по совместной обработке земли. Примечательно, что принятый по инициативе Ленина в апреле будущего 21-го года декрет Совнаркома о сельскохозяйственном машиностроении имел прямое отношение и к Люберецкому заводу, который получил мощное развитие и стал одним из крупнейших предприятий страны. После ухода Владимира Ильича завод теряет покровительство вождя. Статус его на какое-то время становится неясным. С осени 1920-го до конца зимы 1921-го завод выполнял заказ Совнаркома по выпуску сейлок и плугов для предстоящей посевной. Рабочие получали тогда так называемый ударный паёк. 45 фунтов сырой муки, 15 фунтов квашеных и мороженых овощей, фунт соли, четверть фунта мыла и две коробки серных спичек в месяц. Но когда заказ был сдан, рабочих неожиданно перевели на скудный рацион. Начинаются волнения и даже митинги. Нечто подобное заметно и на других предприятиях страны. Это заставляет советские власти ввести новые меры. Так появляется НЭП – Новая экономическая политика. НЭП или Новая экономическая политика – это этап в истории СССР, когда большевики частично вернули право на частную собственность и свободную торговлю. Это шло вразрез с коммунистической идеологией, но помогло большевикам удержать власть. К 1921 году на территории Советской России сельскохозяйственное производство сократилось почти наполовину, а промышленное – в 5-7 раз. В отдельных сферах тяжелой промышленности уровень производства составлял менее 10% от уровня 1913 года. Большевики могли потерять власть. По стране проходили восстания солдат, моряков, крестьян. Стране нужна была передышка, возможность восстановиться. Поэтому на 10-м съезде Российской коммунистической партии большевиков РКПБ было объявлено о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике. НЭП начался в 1921 и завершился к 1929 году, но некоторые исследователи продляют его до 1931 года. Возможно, чтобы сдержать накал страстей, советское руководство принимает важное решение – необходимо помочь труженикам села. Там просто не хватает рук. К тому же в 1921 году на Алтае, например, ожидается невероятный урожай. Не хватает рук и не хватает техники. Посему Совнарком принимает довольно-таки разумное решение отправить некоторые пролетарские бригады на помощь труженикам села. Что любопытно, профсоюзный комитет завода «Маккормик», который в Люберцах, выражает явное негодование по этому поводу и считает ненужным никого отправлять. Но весь десущий Иван Меретеев все-таки собирает команду из 936 человек. И эта команда отправляется в путь. При этом в эшелоне находится еще сельскохозяйственная техника. Ведь едут рабочие Люберецкого завода жатвенных машин. Но тем временем в Сибири лютует холера. И многие из рабочих так и не доедут до места назначения. Ну а те, кому удастся помочь труженикам села, вместе с ними соберут 80 тысяч пудов хлеба. 4 августа 1921 года. 1. Мы, представители Люберецкого завода, передаем в распоряжении Омского губернского прододела следующие предметы. А. 100 штук косилок, 25 штук жатвенных аппаратов, 251 комплект ножей к разным машинам. Б. Около 2000 пудов запасных частей к сельскохозяйственным машинам конструкции названного завода, а всего с понижением суммы на 50% по прескуранту 1914 года на сумму 12 503 рубля. Указаны товары премии, причитающиеся рабочим вышеназванного завода за выработанную им сверхпрограммой сезона 1920-21 годов и поступившие в их распоряжение согласно декрета Совета народных комиссаров. В этом месте нашей программы мы поставим небольшую точку для того, чтобы продолжить рассказ об этом десятилетии совсем скоро в проекте Николая Пивненко «Люберцы из века в век». Обязательно дождитесь продолжения. «Люберцы из века» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова